Белоруссия и Иркутская область должны найти резервы для наращивания взаимной торговли. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором российского региона Сергеем Левченко. Товароборот в этом году снизился, особенно на фоне рекордного 2015-го. Однако есть все предпосылки наверстать упущенные. Какие направления наметили стороны для активизации сотрудничества, расскажет Евгений Горин. От Белоруссии до Иркутска 6 тысяч километров, однако не меньше и причин, которые нас объединяют. От общих исторических связей до возможных новых совместных проектов. О них сегодня шла речь в Белорусском дворце независимости. Локомотив сотрудничества – экономика. Мы готовы совместно с вами работать вместе с сибиряками, с людьми, которые там живут на месте. Если мы научились чему-то большему, мы с большим удовольствием передадим этот опыт вам, как это и у нас происходит по всем направлениям, по всем контактам с российскими людьми. В целом, очень много есть планов, задумок. Мы конкурентоспособны, самое главное, для нынешней ситуации мы конкурентны с любыми вашими предприятиями в России и по ценам. Еще раз подчеркиваю, у нас компании управляемые, они, конечно, в убыток не работают, они видят свою прибыль, но там есть и другие показатели, в отличие от частника, который, к сожалению, видит только прибыль. Все остальное его мало интересует. Поэтому в милости просим Беларусь и Беларусь. Этот прибайкальский регион России втрое больше Беларуси, как рынок скрывает еще больше потенциал. С одной стороны, здесь развита промышленность, с другой – непаханное поле для развития сельского хозяйства. Губернатор Иркутской области взял курс на техническое перевооружение АПК. Износ техники около 70%. Есть серьезная необходимость покупать новые тракторы, комбайны, грузовики. Беларусь здесь может предложить и первое, и второе, и третье. Мы в этом году на 200% увеличиваем поставки с вашего МАЗа в Иркутской области. Больше нам же, чем на 200%. И надеюсь, что вот те виды техники, которые нам вчера показали, это и коммунальная техника, и автобусы, ну и обычные грузовики, они для нас достаточно будут нужны, потому что очень хорошая техника, которая у вас работает на газе. Кстати, львиная доля иркутских тракторов – все те же проверенные временем железные лошадки МТЗ. У иркутских аграриев интерес к ним не только в плане закупок, но и создания совместного сборочного производства. Вопрос, конечно, требует проработки. Но специально для таких проектов в области создана экономическая зона с налоговыми льготами. Правда, 2016-й не лучший год в торговле Беларуси с российскими регионами. Рынки сжимаются везде. Иркутская область – не исключение. Сегодня задача минимум – отвоевать позиции прошлого, 2015-го. А это в том числе и вопрос имиджа всего Евразийского союза. Это не дело, что мы сами себя подвергаем критике. Ну а теперь уже и за границей нас начали костылять, что это за Евразийский экономический союз. Если 38% в прошлом году падение товарооборота, где-то под 20% в этом будет, это ненормально. Поэтому мы и сами понимаем, что это ненормально. Но уже нас скрывать начинают другие и ставить под сомнение наше интеграционное объединение. Поэтому рост товарооборота с вами – это рост товарооборота между Беларусью и Россией. Мы к этому готовы. Иркутская область – один из российских лидеров по добыче полезных ископаемых. Работы для наших белазов хватит надолго. МААС предлагает пассажирские автобусы, работающие на газе, причем по самым гибким финансовым схемам. Именно на эти предприятия губернатор Левченко отправился буквально из аэропорта. Да и сегодня из Дворца независимости сразу нам Кадор. Лесозаготовительная техника – еще одна тема, заинтересовавшая россиян. Иркутская область сказочно богата древесиной. Дешевая энергия сибирских рек и бескрайние леса – основа деревообработки. Уже ряд машин лесных работает в Иркутской области. И на сегодняшний день представителями нашей товаропроводящей сети ведутся переговоры на поставку данных машин. На сегодняшний день самая конкурентная у нас техника – это первое, что она в два раза дешевле. Второе, что она приспособлена к нашему оператору. И третье, что она может вывозить на более дальние расстояния. Здесь тоже задумывается, как от продажи сырьевых ресурсов перейти к производству готовой продукции с добавленной стоимостью. Совместное с белорусами мебельное производство – одно из обсуждаемых направлений. У нас самая большая лесосека, и мы рубим 34 миллиона кубометров в год. Но мы настроены на то, чтобы там эту переработку делать на месте. Наиболее глубокую переработку. Здесь, в Беларуси, есть предприятие по глубокой переработке древесины. Ну, начиная с мебели. В Иркутской области много строят. Только в 2016-м годовой план – почти миллион квадратных метров жилья. В следующем – больше. А 14 тысяч домов подлежат капитальному ремонту. Вот уже две возможные ниши для белорусских строителей и могилёв лифт Маша. Потребность в новых лифтах российский регион оценивает в 20 тысяч единиц. Прямые связи с субъектами Российской Федерации, прямые торгово-экономические, культурные и любые другие социальные отношения – это и есть фундамент отношений между Белоруссией и Российской Федерацией. Сегодня подписали соглашение о сотрудничестве между правительствами Белоруссии и Иркутской области. В развитии торговли между Белоруссией и Россией очень важную роль играют регионы. Активные экономические связи наша республика поддерживает примерно с 8 десятками областей и республик России. Именно поэтому губернаторы такие частые гости в Белоруссии. Если посмотреть на карту, заметно, что Минск и Иркутск находятся на одной широте. Общая линия и понимание, чем нам полезно сотрудничество, сегодня были хорошо заметны на переговорах. Искренность отношений – один из самых дорогих капиталов. Евгений Горин и Сергей Капустин, телекомпания СТВ.